ЕС приняла решение о введении нового пакета санкций против Беларуси, которые в том числе затронут транзит белорусских удобрений через Литву. Премьер-министр Ингрида Щемунити пообещала помощь литовским компаниям, которые пострадают от этого шага. По ее словам, санкционный пакет должен затронуть все сферы, от которых режим получает деньги. При этом она не стала детализировать, как именно правительство Литвы поможет, например, клайпетским компаниям или лету возге Лиженкелей, для которых транзит белорусских грузов составлял значительную часть доходов. Она лишь подчеркнула, что государство точно не бросит бизнес. Тем временем глава компании «Берюкровенью терминалос», через который и проходит весь транзит удобрений Игорь Удавицкий, предсказывает удар по всей экономике страны. Это решение затронет кошелек каждого, подчеркивает он. Так или иначе, договорившись с российскими партнерами, «Беларусь-Калий» начнет экспорт через терминалы «Усть-Луги» и «Санкт-Петербурга». Логистически это сложнее, чем экспортировать продукт через клайпиду, но вполне возможно. Возможно, через какое-то время мы узнаем, что эти два предприятия объединились в одно. Весьма вероятное будущее. Тогда новый мегапроизводитель будет контролировать около 40% мирового рынка, то есть станет почти мировым монополистом, предполагает Игорь Удавицкий. Итак, при любом сценарии очевидным проигравшим остается не Беларусь-Калий, не российские порты или Урал-Калий. Проигрывает во всех случаях только Литва. Потому что если белорусский калий уйдет в российские порты, он уйдет навсегда, заключает глава БКТ. Перевалка белорусских удобрений в порту Клайпиды составляет порядка трети от всего грузооборота порта. С этой сферой напрямую или косвенно связаны тысячи работников порта, и Клайпидских компаний. С 1 июля одинокие пенсионеры могут рассчитывать на добавку к пенсии в размере 28 евро. Однако, чтобы получить эти средства, необходимо повозиться. Это очень важно. Если лично для вас эта тема не актуальна, то передайте эту информацию своим близким. Автоматически деньги не начислят, а мы расскажем, как не упустить то, что вам и вашим близким положено. Итак, право на получение пенсии одинокого человека получат инвалиды, получатели пенсионного пособия и небольших пенсионных надбавок. Это касается не только получателей так называемой вдовьей надбавки, а вообще всех одиноко живущих пожилых людей. Ну а с 1 января 2022 года эту пенсию будут получать все одинокие пенсионеры и инвалиды, которые декларировали место жительства в Литве. В эту группу войдут как одинокие люди, которые никогда не были в браке, так и разведенные или овдовевшие пенсионеры. Для получения надбавки обязательно нужно подать заявление. Это можно сделать тремя способами. Онлайн через личный кабинет в Содре, сходить в территориальное отделение Содры или по телефону фонда соцстраха 1-8-8-3. Это заявление можно подать с 1 июля. Но не позднее 12 месяцев с даты получения права на пособие. Пособие выплачивается ежемесячно за текущий календарный месяц. Если вы подали заявку в период с 1 июля по 31 октября, вы получите выплату не позднее 30 ноября. Раньше, 30 ноября, эти деньги выплачивать не планируют, но зато потом выплатят за все месяцы. И еще важно. Ни пособия одинокого человека, ни пенсия по случаю потери кормильца не влияют на другие ежемесячные пособия или компенсации, причитающиеся человеку по другим законам, на социальную помощь в денежной форме или на оплату социальных услуг. В целом по стране первый компонент вакцины уже получили свыше 1 миллиона 200 тысяч человек, а оба компонента свыше 840 тысяч человек. При этом темпы вакцинации стали снижаться, а в департаменте статистики опасаются, что Литва может никогда не достигнуть коллективного иммунитета, для которого необходима вакцинация хотя бы 70% населения. В ведомстве спрогнозировали три сценария развития ситуации. Первый сценарий. Уровень вакцинации постепенно возвращается к уровню середины апреля, когда был достигнут пик. В этом случае 70% жителей будут вакцинированы к 1 августа этого года. Второй сценарий. Ничего не изменится, и мы продолжим вакцинацию со скоростью около 6665 человек в день. В этом случае мы достигнем 70% вакцинации к 4 сентября. И последний сценарий. Уровень вакцинации падает приблизительно на 5% ежедневно, как это происходит прямо сейчас. 70% вакцинации не будут достигнуты никогда. Тем временем июнь, по словам членов правительства, действительно может стать последним месяцем карантина. В этом вопросе планы пока не меняются. Сейм принял уточненный бюджет. Кроме прочих обновленных статей расходов, в бюджете запланировано увеличение финансирования обороны на 20 миллионов 700 тысяч евро и охрану государственной границы, увеличение на 15 миллионов 900 тысяч евро. Всего расходная часть подросла на 613 миллионов 100 тысяч евро. Парламент также узаконил льгодный тариф налога на добавленную стоимость в размере 9% для пострадавших от пандемии секторов общественного питания, культуры, спорта. Он будет действовать временно с июля до конца 2022 года и будет применяться в отношении всех учреждений культуры, культурных мероприятий, их организаторов, актеров, исполнителей, певцов, музыкантов, дирижеров, танцоров, артистов цирка, кино, в отношении организаторов спортивных мероприятий, спортклубов, людей, предоставляющих частные спортивные услуги. При этом льгодный тариф НДС на самые необходимые продукты питания и товары народные избранники утверждать не стали. Аргументация? Всю прибыль заберут торговые сети, а цены на продукты сильно не снизятся. Поток нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, Центральной Азии и стран Африки, которые проникают в Литву со стороны Беларуси, продолжается. Суммарно их проникло за год уже свыше 500 человек. Большая часть – последние полтора месяца. Глава МИД Габриэлюс Ландсбергес обратился к правительству с просьбой помочь экстрадиции нелегалов на родину. Самоуправление Вильнюса намерено выделить в своем здании помещение белорусским СМИ, а также неправительственным организациям и коммерческим предприятиям. Планируется в пяти кабинетах самоуправления на втором этаже выделить около 20 рабочих мест. Литовская национальная библиотека имени Мартинеса Мажвидеса получила в дар рукопись лауреата Нобелевской премии по литературе Бориса Пастернака. В дар библиотеки передан перевод на русский язык драмы английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира, Антоний и Клеопатра. Вильнюс готовится к своему 700-летию. Разрабатывается долгосрочная коммуникационная концепция, включающая конкурсы, телевизионные проекты, мероприятия и другие проекты. Агентство по развитию туризма и предпринимательства «Гоу Вильнюс» подписало трехлетний контракт на сумму 96 800 евро с компанией «Пантомима», которая и выиграла тендер. Необычное видео. Это маленькие медвежата, а запечатлели их в Шелудском районе. Видео прислали в редакцию местного издания «Щило Карчама». Они и выставили его на своей странице в социальной сети Facebook, а видео стало вирусным. Медведи в Литве – большая редкость, а то, что в лесах района вольготно разгуливают медвежата, означает, что они здесь поселились надолго. В Вильнюсе торжественно открыта площадь авиаторов, доминантой которой стала гигантская статуя бронзового быка. Это самый большой на сегодняшний день бронзовый бык в мире, а построила площадь компания «Авиасолюшн Групп». Эта площадь стала главной достопримечательностью строящегося кампуса Аэросити. Это современный кластер авиационных компаний. Сам «Триумфальный бык», так называется скульптура, очевидно, ответ знаменитому Уолл-стрит, главному финансовому центру США, в котором установлена похожая скульптура. Бык символизирует способность противостоять невзгодам, которые преследуют авиационный бизнес. Главный посыл – оставаться непоколебимым перед проблемами. Легенда гласит, что прикосновение к бронзовому быку может придать эмоциональную и физическую силу, и что потереть нос быка рекомендуется тем, кто стремится к финансовому успеху. Редактор субтитров А.Семкин